ПЕСНЯ 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 Мы по всей планете Земля, которые были крещены Духом Святым. Они и составляют тело Иисуса Христа. И не только крещены Духом, но и пребывающие в учении Иисуса Христа и Его апостолов. Так показывает нам Писание, что Церковь стоит на основании апостолов и пророков, имея Иисуса Христа краеугольным камнем. Да благословит вас Бог. Еще раз хотел бы, чтобы мы поприветствовали. Мы рады, что наш брат и сестра приехали сегодня. И также внук. 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 Верно. Пусть Бог вас благословит. Слава Богу. И замечательно. Мы вас очень рады видеть искренне, что вы с нами и снова среди нас. У нас уже так половина разъехалась, и когда приезжают, уже встречаю как гостей. Ну, конечно же, гостей у нас нету как таковых. У нас все наши братья и сестры. Слава Богу, что вы разделяете с нами общение. Итак, приступим сразу к прочтению книги. Послание к Тимофею. Первое послание к Тимофею. Четвертая голова. Здесь апостол Павел говорит Тимофею относительно ложных учителей. Итак, дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителя и учением бесовским. Через лицемерие лжесовестников, клейменных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, чтобы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Слава Богу. Пусть Бог приложит благословение к Своему Слову во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, садитесь, да благословит вас Бог. Аминь. Итак, судя из этого первого стиха, апостол показывает, что даже уже в те времена, почти две тысячи лет назад, дух уже говорил ясно пророчеству о последних временах. Хотя мы видим, что последние времена наступили еще в тот момент, верно? То есть для Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Но также этот стих хорошо показывает, что дух уже тогда говорил и показывал, что люди в последние времена отступят. И здесь сказано, поступят, отступят некоторые от веры. Тут не сказано, что отступят все от веры. Писание говорит, отступят некоторые от веры. Это говорит о том, что когда-то эти люди находились действительно в вере, и стояли в вере, дарованной однажды святым. Вы помните, в послании Иуды написано так, чтобы мы подвязались, или другими словами, сражались, подвязались за веру, однажды дарованную святым. Каким святым? То есть апостолам. Мы видим, что апостолы Иисуса Христа приняли веру, которая была в Иисусе Христе. И они жили этой верой и проповедовали воскресение Иисуса Христа. Ведь в этом и заключается проповедь Евангелия, означающая благая весть. Это проповедь Иисуса Христа, проповедь исполнения пророчества, которые были исполнены во Христе Иисусе, а также Его воскресение. Аминь. В этом и заключалось Евангелие, и апостолы это проповедовали и в этом двигались. А также мы видим, что Он порочески сказал, что некоторые отступят. Я хотел бы повторить еще раз, некоторые, но не все. Это говорит о том, что у Бога будут люди, и даже в эти последние дни, которые не отступят от первоначальной веры, которую имели апостолы. Аминь. Поэтому апостолов можно назвать отцами, потому что они были первопроходцами, и они являются образцом для каждого рожденного свыше христианина. Каждый рожденный свыше сын и дочь Божья, он стоит на учении апостолов, на учении пророков. И апостолы Иисуса Христа и Евангелия Христова являются для нас примером и являются для нас абсолютом. Она является примером и ориентиром, посредством которого мы двигаемся как Церковь Иисуса Христа. Итак, мы знаем и научены Богом, что Библия является нашим компасом по этой жизни. И нам дан Дух Божий для того, чтобы учить и наставлять нас истине Евангелия, истине Писания. Итак, мы должны понимать, что сегодня времена очень тяжкие, времена обольщения. Это времена, когда обольщения, они наступают, действительно, ну, можно сказать, что приходят к своей кульминации или развязке. То есть обольщение в этом мире настолько стало мощное, что единственное, что может удержать христианина от обольщения, это Святой Дух, находящийся внутри него. Друзья, если нет Святого Духа в сердце у человека, друзья мои, обольщение практически гарантировано, если Бог не сохранит. Но если человек является действительно настоящим Божьим чадом, то Бог посылает ему своего Святого Духа не только для того, чтобы Дитё Божье имело какие-то замечательные чувствования во Святом Духе или проявления духовных даров, нет. Но Дух Святой нам дан для того, чтобы наше сердце не прельстилось обольщениями. Аминь. Друзья, обольщения существуют с разных сторон. Есть обольщение грехом, есть обольщение этим миром, который блещет, и обольщение, может быть, какой-то современной наукой или обольщение какой-то философии, но также есть обольщения и духовные, которые имеют духовное основание. И эти обольщения, они находятся уже в духовной сфере. И здесь мы, как верующие, должны учиться различать обольщения, различать, где дьявол пытается нас чем-то обольстить. Итак, нас Святой Дух научил из Писания, как сказал Иисус, что многие придут ко Мне в тот день, в день, когда перед Ним предстанут, и будут говорить, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали? Не Твоим ли именем мы изгоняли бесов? Не Твоим ли именем мы творили чудеса и знамения? Но Он скажет, отойдите от Меня, делатели, беззаконие. Итак, мы видим, что чудеса, чудотворения или пророчества, чем бы это ни было, не являются определением подтверждения человека того, что он находится в истине. Друзья, запомните, Бог никогда не подтверждает человека. Бог никогда не подтверждает плоти кровь, и Бог никогда не превозносит плоти кровь посреди Своего народа. Бог подтверждает Своё Слово, Аллилуйя, Своё Слово, но не человека. Запомните, иногда мы думаем, что вот Бог подтвердил этого человека или этого человека. Друзья, запомните, Бог никогда не подтверждает человека. Бог подтверждает Своё Слово, Аминь. Когда Иисус послал учеников подвое, то сказано, и подкреплял Слово последующими чудесами и знамениями, но не людей. Поймите, Бог не утверждает человека, не подтверждает его. Бог подтверждает свое Слово. Это говорит о том, что даже любой лицемер или даже лгун может взять Библию, может взять семя Божье, будет его проповедовать, и это семя может произвести новое рождение в человеке. Это семя может привести человека к покаянию. Даже если сам человек живет во грехах, в преступлениях, если он живет полностью во грехе, но он свидетельствует, говорит о Библии, об Иисусе Христе, то его такое свидетельство и такая проповедь произведет новое рождение в человеке, приведет человека к покаянию, потому что к покаянию приводит не человек, а приводит Дух Божий посредством Божьего Слова. Видите, вот в чем заключается обольщение, когда люди смотрят на какого-то человека, видя у него знамения и чудеса, и они говорят, Бог с этим человеком, потому что Бог подтвердил этого человека чудесами и знамениями, доказал, что этот человек истинный. Друзья мои, это обольщение, заблуждение, Бог никогда не подтверждал и не подтверждает никакого человека, Бог подтверждает свое Слово, кто бы его ни говорил и ни проповедовал, Бог всегда будет подтверждать свое Слово, потому что оно навеки утверждено на небесах, и оно является истинной. Итак, Дух ясно говорит, что люди в эти дни будут отступать от веры. Какова же была вера наших отцов? Во что же они верили? Итак, вера их была верой Иисуса Христа. Аллилуйя. Они верили Иисусу Христу и они проповедовали Иисуса Христа. Но эти обольщения, которые в этом мире, это не новость. Мы видим, что обольщение началось людей еще в саду Эдема. А до сада Эдема обольщение началось даже в небесном царстве. Друзья, представьте, в Божьем небесном царстве, где пребывает Бог и Его святые ангелы, обольщение началось даже там. Это говорит о том, что в любой церкви, сколько бы там ни было Божьего присутствия, обольщение может туда прийти. Аминь. Если обольщение зародилось в небесном царстве в Люцифере, и сатана обольстился сам, обольстил самого себя, грубо говоря, избрал на основании своего выбора неверный путь, и что он сделал? Обольстил, прельстил даже ангелов. Аминь. Вы видите? Обольстил ангелов. И произошла на небе война. Мы видим, что сатана был издан вместе с этими ангелами на землю. И дальше на земле началась духовная битва. Сатана продолжает обольщать и обманывать людей. И он разрабатывает все новые, новые, новые стратегии для обольщения. И каким же образом укрыться, или каким же образом атаковать эти обольщения? Только находясь в ограде Божьего Слова, и не допуская сомнения Божьему Слову. Потому что Бог верен, а всякий человек лжив. Аминь. Всякий человек лжив. Любой человек, рожденный женщиной, любой человек, рожденный во грехе, Любой человек из плоти и крови, имеет способность обольщаться и обольщать других. Даже сам, не подозревая того. Видите? Опасность обольщения. Книга Бытие показывает обольщение первых людей. И сказал Господь Бог жене после обольщения. Что ты это сделала? Жена сказала. Змей обольстил меня, и я ела. Змей обольстил меня. Смотрите, он смог подобрать такие слова, чтобы ее обмануть, и ее заставить отойти от веры, или от тех принципов, которые дал Бог, говоря, не вкушать. Но змей сумел обольстить. Змей смог обмануть. Ева прельстилась, обманулась и впала в грех, впала в преступление. Видите? И то же самое произошло с Адамом. Он то же самое согрешил, отойдя от Бога. И так они обоя впали в преступление. Они обоя согрешили против Божьего Слова. И согрешили также против самих себя. Согрешили тем, что потеряли, перестали иметь ту жизнь, которую они имели. И так мы должны видеть, что Книга Бытие показывает принципы обольщения. И они очень тонкие. Они очень тонкие. И так змей обольстил, заставив каким-то образом Адама и Еву отойти от того, что им Бог дал в начале. Видите? Поэтому спустя много тысяч лет апостол Павел, проповедуя церкви, как сказал такие слова. «Боюсь я за вас, чтобы как змей хитростью не прельстил Еву, так и ваши бы умы не отклонились от простоты во Христе Иисусе». И так обольщение заключается в том, что дьявол повреждает человеку ум, уводя его от простоты во Иисусе Христе. Видите? Он обольстил Еву. Ее обольщение началось здесь, в голове. Дальше оно перешло в сердце. И дальше она была способна совершить грех. То же самое апостол Павел проводит параллель, показывая на обольщение Евы и предупреждая нас, чтобы наши умы не отклонились от простоты. Мы видим, что дьявол атаковал первую церковь уже там, с самого ее начала. Прямо на начальной стадии пробуждения и излияния Святого Духа. Прямо там дьявол уже ввелся вокруг Церкви Божьей, пытаясь ее обольстить, пытаясь внедрить людям различные понятия. То вернуть их назад в закон пытались. Видите? Этот дьявол обольщал. Возникали братья, которые под неверным вдохновением начинали говорить, братья, нам недостаточно верить в Иисуса Христа и в Его воскресение. Они стали говорить, братья, нам нужно обрезываться по закону Моисеева. Да, Христос воскрес, это все нормально, но этого уже недостаточно. Надо еще обрезываться. Другие еще что-то, другие начинали говорить, что вот какие-то там дела, что-то нужно еще, чтобы заработать Святой Дух. Видите? От подаваемой благодати они стали уходить в законничество, они стали уходить в человеческую самоправедность. И Павелу нужно было писать, через дела ли закона вы приняли Святого Духа Галаты? Или через наставление в вере? Аминь. Люди всегда отворачивались от подаваемой им благодати в лице Иисуса Христа. Они начинали думать, надо обрезываться. Другие начинали думать, нужно своими добрыми делами добиться благорасположения у Бога. Третьи еще чего-нибудь выдумывали. Но Павлу нужно было удержать взгляд людей на Иисусе Христе и на Его благодати, друзья мои. Поймите, как это сложно в те дни было, а в эти дни тем более сложно удержать взгляд людей, взгляд Церкви на Иисусе Христе. Почему мы встречаемся с проблемами в христианстве? Почему мы встречаемся с разными недомолвками, разделениями, понятиями, кланами, культами и всем прочим? По одной простой причине люди отвернули свой взгляд от учения Иисуса Христа и перешли на споры, основанные на понятиях, на доктринах, на каких-то убеждениях, на каких-то второстепенных и третьестепенных вещах. Люди отошли от важного принципа Христова, любви Божьей и следования за учением Иисуса Христа и Его апостолов. Ведь если каждый христианин будет верить учению апостолов и учению Христа, не отклоняясь в различные споры о догмах, тогда может быть и единомыслие среди верующих. Но как только христиане уклоняются в разные разборы разных традиций, понятий или каких-то второстепенных вещей, так тут же дьявол тут как тут сеет раздоры между людьми, обольщая их, уводя людей от простоты во Христе, от Голговского креста, уводит их в различные состязания о родословных и тому подобное. Это было еще там, в начале, даже в первоапостольских церквях апостол Павел говорит, боюсь я за вас, вы наблюдаете дни, месяцы, одно и другое, боюсь я за вас, не напрасно ли я у вас? Пострудился Павлу нужно было удержать взгляд людей на воскресшем Иисусе Христе, проповедуя Иисуса Христа, держа людей, чтобы они находились в ограде учения, преподнесенным Христом, а также его апостолам, которые получили откровения свыше и проповедовали Слово Иисуса Христа. Аллилуйя. Книга Второзакония, 11 глава, 16 стих, показывает нам такие слова. «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им». Видите, даже в Ветхом Завете народ Божий, имея закон Моисея, имея подтверждение, имея избавление из рабства египетского, даже там избранный народ Божий имел такую способность обольщаться и отходить от Бога. Поэтому Бог предупреждал через своего пророка, Бог предупреждал в Писании, говоря, «Сберегитесь, чтобы вам не обольститься, чтобы не обольстилось ваше сердце». То же самое говорил апостол Павел. «Берегитесь, чтобы вы не были подобны тем, которые вышли откуда из Египта, которые шли в пустыне, но обольстились, и погибло их в один день несколько тысяч». Они обольстились. Аминь. Вы видите? Итак, друзья, обольщение. Иногда нам кажется, что мы не можем обольститься. Мы верим, что мы избраны, мы не можем ошибаться. Мы так думаем, что мы просто, ну знаете, застрахованы от ошибок на сто процентов. Друзья, это неправда. Мы можем ошибаться, мы можем обольститься. Если наши сердца уклонятся от учения Иисуса Христа, обольщение придет неприметным и незаметным образом, и не заметишь, как ты обманулся. Аминь. Еще несколько лет назад Господь проговорил мне в сердце, я верю, что это был Господь, когда я размышлял о том, каким образом человек может подпасть под обольщение, когда я видел людей, которые в странные учения заходят, и я не понимал, каким же образом они смогли дойти до того, до чего они дошли, до каких-то уже маразматических вещей, бредовых вещей, но они продолжают верить, что это им Бог говорит. И мне в сердце напомнил Бог местописание. Царство Божье, Иисус говорит, не приходит приметным образом, и не скажет оно там или там, ибо Царство Божье есть внутри вас. Аминь. Поэтому он говорит, не бегайте и не гоняйтесь, вот вам будут говорить Христос там, вам будут говорить Христос там, переведя на современный язык, о Христос в том движении, Христос в этом движении, или только в этой церкви, или только в том проповеднике. Иисус предупредил, не верьте. Верующие, это не тот, кто верит во все подряд. Мы уже говорили, что Библия нас предупредила. Глупый верит всякому слову. Аминь. Верно? Да. Поэтому Церковь Божья, она является мудрой девой, и не верит, как глупая, всему, что бы ей рассказали. Она испытывает дело. Вот почему Библия говорит, все испытывайте, хорошего держитесь. Аминь. Там не сказано, чтобы мы верили всему подряд. Потому что обольщение в христианстве, многие люди обманываются сатаною, и выдают сатанинские заблуждения за откровения Божьи. Но как различить? Только посредством написанного Божьего Слова. Аминь. Это правда, так и есть. Берегитесь, чтобы сердце ваше не обольстилось, или даже ожесточившись грехом, обольстившись грехом. Грех он также обольщает. Грех обольщает человека. Грех приносит обольщение и гордость. Хорошо сказал пророк Авдий. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Итак, прежде чем человек войдет в обольщение, у него гордость в сердце. Именно гордыня способствует человеческому обольщению. Именно когда человек думает о себе более того, кем он является на самом деле. Верно? Не говорит ли Писание? Думайте о себе скромно, по мере чего? Веры. Так вот, Бог везде на протяжении всего Писания показывает, что христиане должны о самом себе думать скромно, по мере той веры, которая им дарована. Но как только сердце христианина обольщается, как только его посещает навязчивая идея, как только он соглашается с этой навязчивой идеей или этим навязчивым каким-то учением, как только он начинает думать о себе более того, чем он на самом деле является, так сразу к нему подступает гордыня. И ты уже не знаешь, с какой стороны к нему подойти. Он уже не верит в собственную способность ошибаться. Он начинает верить в собственную непогрешимость. И это ужасного рода обольщение. И Бог нас предупреждает, чтобы мы не обольстились, чтобы мы не подумали о себе более того, чем мы на самом деле являемся. Это правда. Итак, Авдий хорошо сказал, гордость сердца твоего обольстила тебя. Придет гордость, написано, придет и посрамление. Гордость перед падением возносится сердце человека. Так говорит Писание. Итак, возношение, гордость, превозношение, что ты намного лучше, или намного духовнее, или намного избраннее всех остальных, приводит человека в оконцовке к падению, к разрушению его веры. Это точно. Аминь. Апостол Павел, говоря к римлянам об обольщении, сказал такие слова. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Грех обольстил. Итак, грех обольщает человека. Грех прельщает человека на то, чтобы человек поступал вопреки заповедям Божьим. Грех прельщает. Самая ужасная вещь, распространенная в сегодняшнем мире, это толерантность. Где этот мир диктует свои правила, свои установления, чтобы верующие были толерантными, то есть терпимыми к всякому роду обольщениям или греховным вещам, которые в этом мире. Друзья мои, христианин не должен быть толерантен к греху. Потому что толерантность это компромисс со грехом. Это компромисс с дьяволом. Это равносильно тому, что он делает сделку с дьяволом. Ну, типа дьявол, я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь, да? Каждый занимается своим делом. Но в настоящем сердце истинного, искреннего христианина никогда не будет толерантности. Он будет честный, праведный, справедливый. Аминь. И смотреть на вещи трезво. К сожалению, трезвых христиан сегодня единицы. К сожалению, многие, даже среди многих своих друзей, которых я нахожу и которых я имею уже с годами, за 15 лет веры, к сожалению, даже среди них трезвого взгляда в некоторых вопросах очень сложно найти. Когда Библия призывает нас, чтобы мы служили Богу трезво. Аминь. Трезво. Потому что Бог призвал нас к здравому, трезвому служению. Видите? Чтобы наше мышление было трезвое. Чтобы мы трезво и здраво относились к Божьему служению. К служению Богу, я имею в виду. Чтобы мы трезво относились к учению Иисуса Христа и Его апостолов. Видите? Итак, грех обольщает. К сожалению, сегодня очень мало людей, которые трезво смогут рассматривать или рассуждать о Боге. Людей постоянно заносят или налево, или направо. Почему-то они не могут идти сегодня узким путем учения Иисуса Христа. Почему-то им нужны еще сверху какие-то подпорки и костыли. Почему-то им еще нужны сверху какие-то доктрины или понятия, которые они готовы налево и направо распространять и говорить и убеждать в них. Почему-то они не могут сегодня идти простым евангельским путем. Иисус предупредил, что есть два пути. Есть широкие ворота и есть узкий путь. Есть два пути. И сегодня ты выбираешь и я выбираю, по какому из этих путей идти. Мы выбираем сегодня наш путь. Мы выбираем, где мы будем в конце нашего пути. Бог предлагает и показывает нам две дороги. Два выбора. Какой ты выберешь? Какой дорогой пойдешь ты? Будешь ли ты верить, как написано Слову Божьему? Или ты будешь верить, как принято в общественной массе людей? Или ты будешь верным Иисусу Христу? Чего бы тебе это ни стоило. Аминь. Обольщение приходит различным образом. И так я не договорил. Как небесное царство не приходит небесное приметным образом, так же и обольщение не приходит приметным образом. Никогда дьявол не придет и не скажет, я дьявол, я сатана, вот верь вот в это, то что я тебе говорю. Вот Библия не права, вот в это верь. Христос не воскресал, вот он был какой-то просто хороший человек, вот в это теперь верь. Встанет перед тобой, вилами горло поставит и скажет, давай, веруй теперь в Будду. Не, скажешь, Будду я не буду верить. Не придет дьявол так, никогда. Он приходит неприметным образом. Знаете, как змеи ползают? Они неприметно, ее не услышишь. Ее почти не заметишь. Она пока не наступишь, и она ужалит. Так и дьявол вползает в жизнь христианина медленно и незаметно. Он не придет сразу, вот он я пришел. Нет, он входит постепенно. Медленно и постепенно обольщая сердце верующих. Медленно и постепенно запутывая его в учениях. Запутывая его или медленно и постепенно отводя его от учения Христа, чтобы он уже не смотрел на слово проповедуемое, а следовал за чудесами и знамениями. Чтобы он следовал за каким-то человеком. Чтобы он верил какому-то человеку больше, чем Иисусу Христу. Слову Божьему. Дьявол медленно, медленно уводит человека, медленно обольщая его, преподнося ему ложные доктрины и понятия. И человек постепенно начинает в это переходить. Он постепенно в это погружается. И даже когда его здравый ум говорит, что-то здесь не так, то человек говорит, ну я значит еще наверное не возрос, я не понимаю, надо вот главное верить во все. Я наверное еще ничего-то не понимаю. Друзья, но Бог дал человеку написано свет и разум. Разум. Наша вера не должна быть неразумной верой. Он не только нам дал веру. Бог еще нам дал и разум, друзья. Разум. И это разум должен быть разум Христов. Не наш плотской разум. О нем сказано, сын мой, в притчах, не полагайся на разум твой. Но апостол Иоанн говорит, Бог дал свет и разум. Это не тот разум, на который сказано не полагаться, но разум Христов. Потому что один из апостолов говорит, мы имеем что? Разум Иисуса Христа. Для того, чтобы прожить жизнь благочестиво, не обольститься, не жить во грехе, и иметь в оконцовке войти в небесное царство, нужно иметь разум Иисуса Христа. А этот разум связан с крещением Святым Духом. Если ты имеешь Святой Дух, ты будешь иметь разум Иисуса Христа. И ты не обольстишься. Ты не будешь создавать теории, учения, выводить их непонятно откуда и вообще. Нет, ты будешь верить так, как написано в Божьем Слове. Тогда и в чрево твоего потекут реки воды живой. Аминь. Итак, одно из обольщений, сказанное Иисусом Христом. Книга Матфея 13.22. Апосеянная в тернии означает того, кто слышит Слово. Вы сегодня слышите? Да. Я слышу? Да. Слышим? Слышим Слово Божье. Читаем Слово Божье. Верим Слову Божьему. Слышит? Но заботы века этого. И обольщение богатства заглушает Слово. И оно бывает бесплодно. Так вот, обольщение состоит в том, христианин говорит, Слово Божье в моем сердце, Аллилуйя, я его принял, Слава Богу, все замечательно. Но, но, начинает обольщаться с заботами житейскими, желаниями обогащаться. Что происходит? Слово, которое в сердце, а оно действительно в сердце, по словам Иисуса Христа. Но обольщение настолько входит, что Слово бесплодное, бездейственное в его душе. И христианин не может плодоносить. Вырастают сорняки, вырастают вот с такими огромными корнями, и он, казалось бы, должен плодоносить, а он не может плодоносить. Казалось бы, у него должна быть вера, а ее нету. То есть Слово, как семя, не приносит плод. Почему? Обольстился с заботами этого мира. Обольстился грехом. Не только ложными учениями можно иметь посреди себя самое истинное, здравое учение и неповрежденное. Но если сердце при этом переходит на обольщение желаниями обогащаться, не предупредил ли нас апостол, говоря такие слова, желающие обогащаться впадают в сети и всякие безрассудные похоти. Вот это да. Можно иметь Слово, можно иметь учение, можно слушать проповеди, пленки, диски, DVD, Библию, в уши плеер воткнуть и целыми днями Евангелие слушать, заполняя свою душу этим. Но как только вытащил пробки с ушей наушники, так пошел размышлениями о богатствах, о том, о другом, о третьем и пошел. А там сказано желающие обогащить. Подумайте, желающие, он еще не обогатился, он только желает. Уже на одном шаге к обольщению. Представьте, это апостол предупредил, наверное, узнал, о чем он говорил. Этот еще не обогатился, он только находится в этом, он ищет возможности обогатиться, он ищет всякие пути обогатиться. И праведные, и неправедные те, и другие. Я, конечно, не проповедую нищету, не дай Бог жить в нищете, но и не дай Бог жить в богатстве, в роскоши. Дай Бог жить где-то посередине. Правда? Просто посередине. И ведь самое необходимое. Я бы не хотел быть миллионером, но я бы не хотел быть и нищим. Я хотел бы находиться где-нибудь посередине, понимаете? Потому что одно и другое это крайность, это страшная крайность, которая есть в жизни. Нищета или богатство. Правда? Давид говорит, не дай мне, Господи, богатство, чтобы я не сказал, а кто такой Господь? И не дай мне нищеты, чтобы я ходил с протянутой рукой. Видите? Ну, хотя он был все равно богатый. Как бы мы ни были, он был царем, он был самым богатым, но он так говорил, не дай мне богатство. Но я думаю, больше всего здесь так же, как сказано в притчах, сын мой, когда умножается богатство твое, не прилепляй к нему свое сердце. Но куда сердце надо прилепить? К Иисусу. Ибо где сокровища ваше, там и сердце ваше. Где сокровища наши сегодня? Кто или что является сегодня нашим сокровищем? Ради чего или ради кого мы сегодня живем на этой земле? Неужели мы живем ради ботинок, кроссовок, ради машины, ради, я не знаю, часов дорогих, ради компьютеров, ноутбуков, ради рта нашего? Неужели мы ради рта, желудка нашего живем? Нет. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то и другое. Христианин живет ради Господа. Потому что Библия говорит, мы куплены драгоценную ценою. Это цена крови. Никогда не забывайте то, что сделал Иисус Христос для вас. Никогда не забывайте тот подвиг души, который Он совершил ради тебя и меня. Мы куплены. Это говорит о том, что мы не принадлежим себе, мы принадлежим Иисусу Христу. Давайте смотреть, чтобы спустя 5, 10 или 15 лет нашего христианского пути, чтобы наше сердце не обольстилось заботы века, чтобы и обольщение богатствами или желаниями разбогатиться, чтобы не заглушили Слово Божие в нашем сердце, и мы бы не оказались бесплодными. Чтобы когда Иисус придет, посмотреть на плод нашей жизни, чтобы Он не нашел нас пустыми, бесплодными деревьями. А что же за плод? Вы помните, мы как-то на эту тему проповедовали, да, здесь и говорили. Сегодня христиане говорят, плод нашей веры это то, что у нас сотни спасенных. Это плод веры. Это не плод и не было никогда. Чудеса и знамения у нас и хромые ходят, и мертвые воскресают. Вот плоды нашей веры. Это не плоды. Самый важный плод, о котором говорит Библия, без которого никто не увидит Господа, это святость. Святость это плод, без которого никто не увидит Господа. Поэтому мы не должны обольщаться тем, что у нас могут быть чудеса, знамения. Мы не должны говорить, о, мы в порядке с Богом, потому что Бог отвечает на наши молитвы. Мы не должны думать, если у нас полный холодильник, много в шкафу одежды, много в шкафу обуви, и у нас хорошая жизнь, отлаженная, налаженная, и мы ни в чем не имеем нужды, мы не должны обольщаться, что это означает с нами Бог. Нет. Есть грешники, у которых намного, намного лучше дела идут, чем у каждого из нас все вместе взяты. Но однако с ними есть Бог? Нет. А если есть, то Бог века сего. Сатана. Поэтому плод наш должен быть святость, без которой никто не увидит. Господа. Это единственный плод, по которому Бог принимает нас как христиан. Что за плод? А как, что это за святость? Христос в вас. Аллилуйя. Тайна сокрыта от веков и родов. Христос в вас. Не там Христос, не сям Христос, не где-то там, а в вас Христос. Это единственное, что нам сегодня нужно. Это успокоение в том, Христос в нас. Аллилуйя. И именно на этом наша душа может быть спокойной в этом веке. Сытые мы или голодные, одетые мы или обутые, мы спокойны, потому что наша душа пребывает во Христе Иисусе. Конечно же, мы должны работать, одеваться, обуваться, обеспечивать семьи и делать все возможное. Это нормально, но не это смысл нашей жизни. Аминь. И не это цель нашей жизни. Цель нашей жизни, нашего избрания, цель познать Господа, сохранить веру и войти в небесное царство. Не погибнуть с этим миром, но сиять и светить Божьим светом в этом мире. Аминь. Итак, апостол Иуда говорит такие слова об обольщениях. Смотрите, это не то, что к миру говорится. Мир, он всегда пребывал в погоне за деньгами, мир всегда у них была золотая лихорадка, бешенство по деньгам, обогащение, но всему прочему. Апостол говорит, я больше думаю относится все к тем, кто вот именно претендует на христианство. Но горе им, он говорит, потому что идут путем каиновым. Что за путь каинов? Мы видим, что за путь каинов. Упорство, братоубийство, зависть, гордыня и все, что с этим связано. Горе им, потому что идут путем каиновым. предаются обольщению мзды, как Валаам. Представьте, я много раз говорил, появился бы среди нас такой вот браток. Представь, стоит посреди церкви, видит видение, и они реально исполняются. Все бы сказали, Аллилуйя, Бог говорит. И действительно, это был бы Бог, потому что Валааму видение Бог показывал, а не Правда? Бог показывал. Валаам знал, как жертвенники построить, Валаам знал все, это вообще для меня это такой товарищ, вообще удивительный товарищ. Он, главное, был не с язычниками и не с Израилем, он такой был отшельник, одиночка. Ну, вообще, личность такая уникальная. Вы заметили? Но он все знал, что надо, чтобы было Божье присутствие. Он знал, вообще, он не ходил ни с одним коленом вообще в Израиле не был, ни с теми, ни с другом, вообще нигде, сам по себе, сам себе и Бог, и Царь, и Пророк, и все остальное. Зато знает все. И причем правильно, и причем Бога слышит, не хуже Моисея. Вообще, можете, давайте вот реально трезво посмотрим. Все знает. Представьте, среди нас стал бы сейчас такой. Обольстились бы мы, или бы мы не обольстились? А ведь обольщение, ого, какое, представь, все видит, все знает, знает, как Божье присутствие привести, видит видение, причем, настоящее видение видит, никто не скажет, а, Валам был же пророк, видел ложные видения. Да не видел он ложных видений. А в чем проблема была у Валама? С сердцем. Несмотря на дар настоящий, несмотря на то, что в нем действовал Бог, несмотря на то, что он слышал голос Бога, у него были проблемы с сердцем. Не в смысле со здоровьем, а в смысле с тем, что оно обольстилось. Он захотел популярности, славы, денег, и в оконцовке он смог обольстить избранный народ. Израиль, который был избран выйти из Египта. Как же он обольстил? Он научил их смешиваться с иноплеменными народами, вступать в блуд. Он смог. Его проповеди звучали так, что его проповеди убедили людей не слушаться закона Моисеева. Не слушаться Божьего Слова. Его проповеди настолько смогли повлиять на людей, и у него были и чудеса, и знамения в его служении. Кто бы сказал, о, Бог подтвердил Валаама чудесами и знамениями. Сегодня, к сожалению, христиане так и верят. Бог Валаама подтвердил, ну, в смысле, там, у кого-то. Чудеса и знамения вот у этого брата, у этой сестры есть. Значит, все, что она говорит от Бога. Не верьте, друзья. Чудеса и знамения есть у всех. Почти у всех. Вот почему Иисус говорит, многие придут и скажут, мы же пророчествовали, бесов изгоняли, и то, и то, и то. Он говорит, а я вас вообще не знал. Почему? Он их назвал беззаконниками? Не потому, что они совершали знамения и чудеса, а не беззаконники, как говорят свидетели Иеговы, обольщенные сами. Нет, не поэтому они беззаконники, а потому, что их неожиза, не учение, не соответствовало учению апостолов и пророков, хотя при этом они имели знамения и чудеса, и изгоняли бесов Духом Божьим. Но учение, скажите, как такое может быть? Да очень прекрасно. Люди думают, что если есть дар подтвержденный, то значит, это гарант всего. Бог никогда не строил свою церковь ни на одном даре. Никогда. Церковь не строится и не стоит ни на одном из существующих даров. Церковь стоит на истинном откровении личности Иисуса Христа, на учении апостолов и пророков. Вот на чем стоит церковь. Но не на дарах. Она не стоит ни на пророчестве, ни на видении, ни на сновидении, ни на языках, ни на истолкователях, ни на даре чудотворения она не стоит. Она стоит на учении апостолов и пророков. А знамения и чудеса это то, что сопровождает верующего. Это уже второстепенное. На первом месте учение Христа и его апостолов и его пророков. Все остальное на втором месте. Поэтому наше сердце должно биться в ритм сказанного Христом и его апостолами. Тогда мы можем знать, что мы не находимся в заблуждении. Когда наша вера, якорь нашей веры почивает, зацеплен твердо за скалу, которая есть в Господе Иисус Христос. И тогда какие бы ни были штормы, ураганы, твой якорь во Христе. И тебя как бы, тебя внешний штормит, тебя мир пытается обольщать, сверстники пытаются обольщать. Девочки, мальчики, друзья, подруги, интернет, телевидение, моды, третья, пятая, бегай, гоняйся там, ну там, за модой, за всем, не отступай, так сказать, от круга общения там и так далее, и тому подобное. Как бы тебя ни штормило, но якорь твой где? Во Христе. Ты остаешься во Христе. Даже если ты упадешь. Даже если ты упадешь, ты встанешь и пойдешь. Вот он, настоящий христианин. Аминь. Ты можешь упасть один раз, ты можешь завтра упасть два раза, послезавтра у тебя вера остынет. Это еще не беда. Беда, если ты останешься вот таким, вот это беда. Но если ты упал, это не беда. Ты можешь встать и пойти дальше. Если ты согрешил, это еще не катастрофа. Ты можешь покаяться, и кровь Иисуса Христа тебя очистит. И ты дальше пойдешь, чистый, за Господом. Запомни, именно чистый сердцем Бога увидят. Если согрешаешь, Бог всегда прощает, если ты каешься. Аминь. Итак, горе, они идут путем каин, и предаются обольщению мзды, как валаам, и в упорстве погибают, как корей. Упорство. Не то, что ты согрешил, но если ты упорствовать продолжаешь. Представь, если тебе раскрылась истина. Вот, допустим, ты верил, верил во что-то всю жизнь, к примеру. И вдруг Бог тебе показал, что так как ты верил, на самом деле неправильно ты немножечко верил. Выбор. Или признать, или пойти дальше в том, в чем ты шел. Правда? Вот как вы были в деноминациях, да? Бог вам открыл истину. Правда? Что вы сделали? Приняли ее. Правильно? Тяжело было? Да, конечно. Но если ты не гордый, то тебе легко сказать, о, Господи, вот это да, во что же я верил, а? А вот тут ты мне показал на Библию, да, показал правду настоящую. О, Господи, а я с легкостью выкину все остальное и теперь приму так, как написано. Правда? С легкостью. Тебе все равно, что тебе подумают, скажут, выгонят, не выгонят. Ну, правда, да, так, братья Иисуса, если ты христианин. Правда? Все, все согласны? Поднимите руку, да? Вот вы все подняли, Бог видел, и я поднял, все видели. Какая разница, что скажут? Истина дороже. Правда? Да. Как бы ни была она болезнь, ты говоришь, все равно я пойду за Иисусом Христом. Верно? Что поделаешь, наши такие пути где-то споткнулись, где-то налево, направо отвалились. Ну, главное, Бог поднял и назад поставил. Аминь. И следуем дальше же за нашим Господом, за Иисусом Христом. Итак, истина всегда выбор предлагает человеку. Но также, что она делает? Освобождает. Познайте истину, и что она сделает? Свободными вас сделает. С вас бремена человеческих вероучений упадут. Страх упадет от вас. Правда? Познайте истину, и она вас сделает свободными. Почему? Библия говорит, где Дух Господень, там свобода от греха, от заблуждений, от обольщений. Христос сделает свободный твой разум, твое сердце, твою душу. Ты свободен от мира, от греха, от обольщений, от заблуждений. Ты просто живешь во Христе. Друзья, к сожалению, сегодня многие верующие, но не могут просто быть христианами. Просто верить. Библии, жить, как там написано. А ведь это единственное, что нужно. Это верить так, как там написано. И жить так, как там написано. И если проповедуешь, то проповедуй так, как там написано. Аминь. И никогда не собьешься с пути. Правда? Ведь это проще простого. Но как только начинаешь выдумывать что-то, изощренные какие-то вещи, пытаться их внести, преподнести, так сразу же начинаются. Раз, два и все остальное. Итак, послание христианам апостолов говорит. Для чего же пятикратное или пятигранное служение в Доме Божьем? А для чего? Для того, чтобы мы не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Представьте, это все в церквях. Младенцы любят бегать за учениями. Оба-на, брат появился какой-то. Ох ты! За ним бежим толпой. И все, о-о-о, побежали. Потом, о, что-то этот брат, что-то не то. О, а, вон, вот тот брат, бежим за ним теперь, побежали туда. Смотришь, год они у одного брата в церкви. На следующий год они у другого брата в церкви. Потом, через год, они у третьего брата в церкви. Потом они в одном учении, потом они в другом учении. Они бегают туда-сюда, 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 увлечены этим, тем, этим, тем, этим, тем. Да когда ж, наконец-таки, хоть один из них будет увлечен Божьим сказанным словом? Когда ж хоть кто-нибудь прилепится к Божьему слову и съест его? Бегают туда-сюда, там Христос, там Христос, там настоящий брат помазанный, там настоящий брат помазанный. И бегают, и бегают, ищут помазанников. Но мудрые не бегают. Они сидят на месте и знают, что Христос в них. И им не нужно бегать Христа в ком-то искать. Тебе надо это все, бегать, искать в ком-то Христа? Нет. Если Он в тебе, вот и живи с Ним. Ты уже Его нашел в тебе. А Он нашел тебя и поместил тебя в свое тело. Пребывай в Его учении. Молись, изучай Божье Слово, слушай Божьи проповеди, все испытывай, держись хорошего. Верь апостольскому учению и будешь жив. Аллилуйя. Жив Господь и жива душа твоя будет. Аминь. Чтобы мы не были увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Вот беготня с места на место является обольщением. Видите? То есть я не говорю о том, некоторые верующие справедливо делают, если бросают какие-то церкви, где проповедуется действительно ложное уже учение, не библейское. Это и правильно, если ты пошел в одну, там ложь, нашел другую. Ну, как бы не в этом вопрос. Есть другая крайность, когда люди бегают туда-сюда и ищут для себя что-то новое. А Павел предупредил, смотрите, братья. 2.8 стих Колоссяна. Чтобы кто не увлек вас философией. Ога. Значит, Павел видел предостережение, что можно быть увлеченным христианином, увлекся философией. Вот почему-то сегодня некоторые, вот они как Ева, вот они не могут просто верить тому, что Бог уже один раз сказал. Им нужно из Слова Божьего вывести, а Бог имел в виду вот это, а, наверное, Он имел в виду вот это. А вот здесь сакральный смысл. Не, Бог не то имел в виду, там глубже есть смысл. И вот смотришь, Бог что-то одно сказал, они бегут туда и столковывают это, то, что Бог сказал, то, то. И вот Еве, ну, не была вот она, ну, скучно, наверное, ей было вот верить в то, что Бог сказал. Вот нужно было вот какое-то вот что-то сверху еще к этому. А Библия говорит, чтобы мы не мудрствовали сверх того, что написано. А ведь наш ум, он такой, знаете, вот он хочет помудрствовать. Вот некоторым людям, вот им, ну, вот им надо выделиться, да? Вот чем-то выделить, ну, не хотят они быть наравне со всеми, да? Ну, не хотят, вот им выделиться надо. А что для этого надо? Есть Библия. Надо начать мудрствовать, выводить вот такие вот теории разные, вот сверх того, что тут написано. Зачем? Ну, чтобы быть каким-то значимым. А Бог говорит, не мудрствуйте сверх того, что написано. Еве захотелось мудрствования, то есть знаний побольше. И, может быть, получше, чем у Адама. Ведь когда-то не мужа там слушал, а змея. Ну, видать, муж ей не мог такого рассказать, что мог змея рассказать. Правда? Не мудрствуйте. Не увлекайтесь стихиями этого мира. По преданиям человеческим. По стихиям мира, а не по Христу. Мир, знаете, он неустойчивый. Сегодня одно, завтра другое. Правда? Но, мужи Божьи, давай, если мы будем смотреть трезво на Библию и на мужей. Вот здесь нету ничего неустойчивого в учении апостолов или пророков. Вы не найдете, чтобы кто-то из них переменял свои понятия и учения. Вы не найдете. Вы не найдете, чтобы Павел в начале своего пути говорил одно, а в конце своего пути говорил другое. Мы не найдем, чтобы пророки говорили одно, а потом совершенно противоположное. То есть мы найдем четкую стабильность в ихней вере. Стабильность. Но даже в своей жизни мы стабильность не всегда обнаруживаем. Почему? Такой, видимо, период бывает. Не всегда стабильность есть. Но апостолы являются нашим образцом. А почему у нас нестабильность бывает? Да потому что мы от того, чтобы следовать апостольскому учению, мы идем за одним учением одного брата. О, думаем, этот брат, наверное, лучше понимает. Потом ты находишь брата, который еще лучше понимает. И ты говоришь, слушай, вот тут, наверное, еще лучше понимает. И мы медленно от апостольского съезжаем на то, как какой-то брат, кто лучше, а кто хуже понимает. Как, допустим, в Коринфяне, что они делали? Одни говорили, я Павлов, другие говорили, я Аполосов. Правда? То есть они съехали с основания. Павел лучше, Аполос лучше, тот лучше. А Павел говорит, слушайте, да никто из нас не лучше, мы вообще-то все ничто. Да все Бог взращивающий. Я насадил, Аполос палил, взрастил Бог, а мы ничто. Мы одно, мы братья, но мы ничто. И все. Но в чем обольщение было? Бегать за чем-то новым. Потому что одно и то же, как бы, надоедало, да, наверное. И как и Еве надоело. Поэтому Павел говорит, чтобы вы не были такими, как Ева. У нас есть сказанное Божье Слово, которому мы должны верить, не увлекаясь философией. Хорошее, мощное предупреждение в книге Иезекииля 14.9. А если пророк допустит обольстить себя? Слушайте внимательно. Бог учил свой народ, что ни один пророк не является абсолютом. Я еще раз повторю. Если мы будем глядеть трезво в Библию, ни один пророк, даже ветхозаветный, не был Богом представлен абсолютом. И вы не найдете жизнь ихнюю. То есть, они не были абсолютом и все. Почему? Потому что Бог предупреждает. А если пророк допустит обольстить себя? Оказывается, пророки могут допустить? Ну, конечно, могут. Что ж они? Если уж ангелы себя смогли допустить обольститься. То что говорить о человеке из плоти и крови? Даже если у него дар пророкам. Нормально? Трезво, да? Трезвый взгляд. Библейский взгляд. И Бог это не один стих. Их много таких. Смотрите. Если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка. То есть, пророк приходит, в согласии Иезекииля, допустил себя обольстить, приходит в народ и говорит. Народ, Израиль, здесь случай к Израилю идет, ситуация с Израилем описывается. И говорит, Израиль, Господь меня научил. Так говорит Господь. То-то, то-то и то-то. А Израиль что должен? Верить-то пророкам должен своим, правда? Верить. А Бог также и давал Израилю, как народу, учение, которым они могли подстраховывать свои души. А если пророк скажет имени Моим и не сбудется? А если он скажет и сбудется, но при этом скажет, пойдем служить иным богам? Правда? Помните? То есть, Бог говорил через пророков, но Бог учитывал, что пророки это плоти крови. И они, кроме истины, могут от себя тяну нести. Поэтому Бог дал еще, кроме того, что Бог сказал, повелел слушаться пророков. Верно? Повелел слушаться. Потому что Бог через пророков говорит, пророки являются голосом Божьим к народу. Библейские пророки. Это аминь. Но Бог подстраховывает свой народ и говорит еще одну часть для народа. Чтобы народ испытывал пророков. Каким образом? Если он скажет, сбудется, но при этом в другое поведет. Не слушайте его. Или если пророк скажет, и не сбудется, не бойся его, потому что он говорит по дерзости своей. Видите? Бог всегда, со всех сторон, друзья, Бог дал своему народу защиту в виде Божьего слова. Если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего Израиля. Насколько Бог ревновал. Представьте, что Бог здесь показывает так, что для Бога народ его намного ценнее, чем один пророк его. Он не говорит какой-то лол, лжепророки. Лжепророки всегда там пророчествовали ложь, и у них там ничего не сбывается. Но здесь Бог говорит о пророках, которые в Израиле, Бог показывает, что они прежде плоти крови. Смотрите, Бог так же говорил, мы это местописание уже видели, где Господь говорит, что Бог не человек и не сын человеческий, чтобы ему лгать и чтобы ему изменяться. Видите? Бог не человек. Бог всегда подстраховывает свой народ. Аминь. Второй Иоанн, апостол Иоанн предупреждает, ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Так вот, с этим стихом есть такие, знаете, два варианта верования людей. Ведь не надо много ума, чтобы любой человек, который несет ересь, прочитал это, и ты у него спросишь, брат, а ты исповедуешь Христа во плоти? Он скажет, ну конечно исповедую, ну какие проблемы. Но вот знаешь, нельзя вступать в брак сегодня, не очень духовный будешь. Нельзя спать с женой. Вот чем меньше спишь, тем лучше, тем духовней будешь. А если вообще откажешься, то вообще ангелы будут по небесных коридорах к тебе приходить. И человек точно, да зачем оно мне все надо, я же не плотское, я же не животное, все, хочу быть с Богом, хочу быть с Иисусом, все. Так, раз, и повелись, к примеру. Или скажут, брат, хочешь быть духовней, мясо есть перестань. А ведь мы это и прочитали у Павла, говорящего к Тимофею. И многие начнут внимать учениям бесовским, запрещающим вступать в брак. Или кушать еду, определенно. И сегодня такие вещи людям будут преподносить, ты ж духовней станешь. И человек отступает от веры, хотя Бог нигде этого не запрещал. Не запрещал этого Бога. Но они отступают от веры, внимают учениям бесовским. Или скажут, брат, если ты в субботу, если ты по субботам не исполняешь субботу, как ты, говорит, сможешь приблизиться к Богу? Ведь по субботам мы к Богу приближаемся. Да, и правда, ведь Бог субботний день для Израиля установил. Наверное, субботу надо исполнять. Точно. Перестану спать с женой, перестану мясо есть, буду по субботам сидеть, молиться, чтобы приблизиться к Богу. И казалось бы, эти вещи как бы, как бы из Писания берут. Как бы. Ведь это не с философией какой-то притащили, а как бы с Писанием созвучно. Но это не является истиной. Потому что есть одно, как мы приближаемся к Богу, это посредством Голгофа Иисуса Христа. А непосредством ни мясоедия, ни спания с женами, и не того, и не посредством субботы. А то, что ты в субботу ничего не делаешь, ты духовней не станешь. Аминь. Обольстители входят в мир, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти. А что значит исповедовать Христа во плоти пришедшего? Ну, во-первых, это верить, что Иисус Христос это Бог, явленный во плоти. Бог, который открывался Моисею, Аврааму, что Христос, я ес им сущей, который был с Моисеем. И исповедовать не означает только лишь говорить своим языком, потому что Иисус говорит, подходят люди ко Мне, чтут Меня языком, а сердце их далеко от Меня стоит. Так вот, исповедовать Христа во плоти, это не только исповедовать своим языком, это исповедовать своей жизнью. Ну и не только исповедовал, что пойдет дождь, он взял и построил корабль. Авраам не только исповедовал, что Бог к нему проговорил, он взял, собрался и ушел в пустыню. Верно? Аминь. Исповедовать это жить. Давайте быть внимательны, что Дух говорит ясно, отступят некоторые от веры, внимая Духом и Больстителем учения Бесовским. Но мы должны наблюдать за собой. В Писании сказано, наблюдайте за собой, чтобы вам не лишиться благодати, чтобы не было среди вас кого-то, как Иса, который продал свое первородство за одну тарелку, чечевичная там каша. Это опасно, это трудно, это тяжело может быть, но это истина. Давайте мы сегодня начнем сверять свою душу, свои сердца с учением Христа. Давайте обратим свой взгляд на Иисуса Христа. Давайте исследуем свое сердце и пойдем за Господом. Давайте проверим его, проверим фундамент нашей веры. На чем сегодня стоит наша вера? На чем основывается наша вера? Зачем мы следуем сегодня? Аминь. То, что Господь положил мне на сердце со вчерашнего вечера, я надеюсь, что оно принесет вам пользу и растворится в сердце ваше, для того, чтобы мы следовали за Господом. Прямо, потому что Библия говорит, Евангелие это прямой путь. Пусть вам Бог, пусть Бог благословит. Давайте встанем, помолимся. Слава Богу. Аллилуйя. Слышу я призыв Иисуса. Крест возьми и следуй за мной. Благодарю тебя, наш дорогой Господь. Благослови наши сердца сегодня, Боже. Во имя Иисуса Христа прошу. Слава тебе. Аллилуйя. Слышу призыв Иисуса. Слышу призыв Иисуса. Слышу призыв Иисуса. Крест возьми и следуй. Ты за мной. Я пройду с Ним через преграды. Я пройду с Ним через преграды. Слышу призыв Иисуса. Я пройду с Ним через преграды. Я пройду с Ним через преграды.